Базовая постановка при игре на губной гармонике. Давайте немножечко скажу, что такое базовая постановка, что я под этим подразумеваю. На любом музыкальном инструменте есть основное положение, в которое возвращаются руки, язык, челюсть, ноги, все что угодно после того, как вы выполнили какой-либо технический прием. Если кто учился в музыкальной школе, должен помнить, что яблоко в руке, и вот садится на середину фортепиано, напротив ноты до. И пианист, он может нажать какой-то сложный аккорд заковыристый, но он все равно возвращается в это положение, потому что из него будет легко нажать следующий, например, заковыристый аккорд. Кто играл на классической гитаре, тоже наверняка помнят подставка под ногу, большой палец на середине грифа, каждый палец на свой лад. Если я ничего не путаю, я не учился на классической гитаре. Нельзя не отметить, что многие великие музыканты имели неправильную постановку рук. И тем не менее они были великими, и часто это является поводом для споров. Некоторые говорят, что надо играть как удобно. Я рекомендую все-таки сначала освоить базовую постановку, потому что если в вашей базовой постановке будут присутствовать ошибки, в какой-то момент вам придется переучиваться. Лично я переучивался, если не ошибаюсь, три раза. Полностью менял базовую постановку, прежде чем прийти к той, которая есть сейчас. И по моему опыту общения с другими мастерами, по моему опыту наблюдения на видео, как они играют, многие из них используют сходную базовую постановку. Давайте заведем привычку. Если вам что-то непонятно из того, что я вам рассказываю, обязательно спрашивайте это в комментариях. Если вам кажется, что я чего-то важного не сказал, я тоже человек, я тоже мог что-то забыть при подготовке этого видео, пишите это в комментариях для того, чтобы я мог это дополнить для следующих потоков нашей школы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!